Сегодня в Санкт-Петербурге начал работу Международный экономический форум. Главное событие в России с начала пандемии. Здесь собрались представители зеловых округов не только нашей страны, но и всего мира для обсуждения ключевых вопросов. Как будет развиваться экономика в постпандемийное время? Что станет точками роста? Какие ресурсы и резервы предстоит задействовать? Из Санкт-Петербурга Татьяна Молокова и Андрей Шоклев. На форум Санкт-Петербург приехали порядка 5000 человек. Мероприятие проходит с соблюдением всех мер безопасности. Главная тема форума также посвящена пандемии. Снова вместе экономика новой реальности. В деловой программе форума свыше 100 дискуссий, которые посвящены вопросам глобальной экономики. Отдельно есть социальная и технологическая повестки. Делегации Чуваши планируют заключить на форуме более 10 соглашений и обсудить реализацию ряда инвестиционных проектов. Приветствуем вас на церемонии подписания меморандума. Первым подписанным документом на полях форума стал меморандум о социально-экономическом партнерстве с ПАУТ и Плюс. Стороны намерены внедрять современные технологии в области производства, транспортировки и учета энергии, а также развивать систему централизованного теплоснабжения. Компания планирует инвестировать в тепловое хозяйство Чебоксар и Новочебоксарска порядка 17 миллиардов рублей. У нас есть много намерений. Это и ценовая зона, и концессия. Это в итоге большие деньги инвестиционные регионы. Мы партнеров выбираем, прежде всего, с позиции заинтересованности, взаимной заинтересованности и региона, и самого партнера к участию не только в неких коммерческих проектах, но и в социальной жизни региона. Вот в случае с Т-Плюс, мне кажется, ровно такой случай, потому что Т-Плюс достаточно глобально присутствует в регионе. Это два объекта генерации. Если говорить о Чебоксарской агенерации, это основной поставщик тепла. И очевидно, что здесь мы уже являемся такими глобальными партнерами. В рамках соглашения кабинета министров Чувашии компанию «Биопланета» в республике будет реализован первый в России инвест-проект по выпуску биоразлагаемого пластика. Есть экологически чистый пакет, который используется ткани, льняные и прочие материалы, но именно самого пластика в России не производится. То, что есть небольшие и существуют производства по производству готовой тары, это, как правило, все базируется на импортном сырье. Но с точки зрения бизнеса, в принципе, биоразлагаемый пластик, себестоимость дороже нефтехимического. А с учетом того, что материал импортный, продукт становится еще более дорогим. Ну и мы должны понимать с вами, что использование дорогого исходного сырья это в конечном итоге нагрузка на потребителя. Поэтому появление такого производства в России это будет способствовать не только улучшению экологической обстановки, но и тому, что какая-то продукция станет дешевле. Производство планируют разместить в особой экономической зоне Научебоксарска. У этого уникального направления большое будущее. Начинаем работу по реализации биопластика. И это станет как раз основой для того, чтобы запустить процесс замены продукции из полиэтилена и пластика. И таким образом, если, а я уверен, что успех будет, если мы будем совместно работать, то это даст великолепные возможности для развития многих новых направлений и целых отраслей, и в том числе для реализации предпринимательских идей на территории Чувашьей Республики. Еще одна тема переговоров на форуме – поддержка молодых и инициативных людей. Развитие социальных лифтов, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых в различных сферах деятельности, будет способствовать соглашению с некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей». Мы данным соглашением хотим зафиксировать основные направления взаимодействия, в том числе дорожную карту, по тем проектам, где «Россия – страна возможностей» участвует. Всего 26 проектов. 26 проектов, которые представляет «Россия – страна возможностей». Мы предполагаем, что можем вовлечь максимальное количество заинтересованных участников, жителей нашей республики, с тем, чтобы у них появились эти возможности для собственного развития. На платформе «Россия – страна возможностей» проходит множество различных мероприятий. В них активно участвует молодежь Чуваши. Соглашение расширяет возможности сотрудничества. Нам важно, чтобы речь шла действительно о всей стране, не только о крупных мегаполисах. И с Чуваши у нас есть уже прекрасные взаимоотношения. У нас более 67 тысяч участников наших проектов как раз из Чувашской республики. Почти 300 из них стали победителями наших проектов. Чуваша имеет открытый доступ ко многим цифровым платформам, так что у жителей республики большие возможности. Конкретные шаги по продвижению проектов платформы «Оно Россия – страна возможностей» будут прописаны в дорожной карте. Завтра форум продолжит свою работу. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика из Санкт-Петербурга.